Мы все-таки живем в нашей стране по принципу, нас бьют, а мы крепчаем, хотя бы в футболе такая вот горькая ирония. Алексей Казанников работает в одном из спортбаров Москвы, где фанаты следили за матчем России Уэльсох и пережить им сегодня пришлось. На выступление нашей сборной на Евро-2016 давайте обсудим с бывшим футболистом Александром Мостовым. Александр, я вас приветствую, примите наше соболезнование, что и где пошло не так. И какое чудо-то там нужно было, чтобы переломить как-то ход этой игры или вот однозначно мы были обречены на этот досадный провал? Вы знаете, честно сказать, мне буквально дня два назад не верилось в те слова, которые говорили про нашу сборную многие футбольные люди Европы и нашей страны, что действительно мы одна из самых слабых сборных. Я как бы хотел это опровергнуть в сегодняшней игре, но то, что я увидел в сегодняшней игре, конечно, это меня ужаснуло. То, что мы проиграли буквально по всем статьям, по всем показателям и все, что я увидел на поле, это просто какой-то хаос. Поэтому я даже слов не нахожу, потому что в оправдании нашей команды, потому что ужасное зрелище я увидел сегодня. И давайте не забывать, что все-таки мы играли против сборной Уэльса, не самой сильной сборной, да, в которой, да, есть мега-звезда, это Гаррил Бейл, который один сегодня мог нам забить три гола. Конечно, кошмар вот так. А вот те фанаты, которые сейчас в спортбаре уже скрипя сердце, доедают свои сухарики, скрипят зубами одновременно, говорят, а это все Слуцкий виноват. Они насколько объективны или просто под горячую руку им наставник попался? Вот к нему-то у вас есть какие-то претензии? Нет, ну как у меня будут претензии к болельщикам? Конечно нет, болельщики, вы представляете, какую армию болельщиков мы, ну не мы, да, наша сборная подвела, да, потому что все надеялись на последний шанс хоть как-то. Ну, вы знаете, обидно и досадно, и противно даже в плане того, что как мы проиграли эту игру. Нет, нет, Александр, вы, наверное, меня не расслышали. Не к болельщикам претензии, а у болельщиков к господину Слуцкому. Вот они его обвиняют во всех его рокировках, там, я не знаю, в каких-то слишком эмоциональных порывистых движениях и действиях. И считают, что проигрыш команды целиком и полностью на совести руководителя, скажем так. Вы как думаете, что теперь менять шефа, показательную порку спортсменам устраивать? Что делать-то теперь? Ну, вы знаете, на эту тему мы еще давным-давно говорили, буквально еще 4 месяца назад, когда возник вопрос о совмещении тренера, еще чего-то там. Какой у нас самый лучший тренер, как многие даже высказывались, да, но это просто как бы нам, футбольным людям, это немножко было, конечно, смешно слышать это. Ну, как бы все понимали, что это сборная, ничего страшного нет, нужно играть. И, слава богу, мы вышли на этот турнир, да, там, буквально скрипя зубами. Другое дело, что куда мы попали и то, что мы увидели на протяжении вот этой недели, конечно, это беспомощность, беспомощность и безвыходность, да. Я просто как бы после первых двух игр надеялся, как я уже много раз говорил, но сегодня меня просто, как бы сказать, утопили, утопили. Поэтому, конечно, виноват тренер, потому что почему, когда вместе с футболистами, хотя тренер, я много раз тоже говорю, что тренер не выходит на поле, не играет. Ну, если уж мы уж так его вознесли, то давайте уже по факту говорить, что провалили, провалили из треска. Вас разочаровали, вас даже притопили, но мы просим вас пока еще оставаться на плаву и не отключаться от нашего эфира. Продолжим диалог к нашей беседе, просто присоединим бывшего нападающего сборной нашей по футболу Дмитрий Булыкин. Булыкин тоже хочет сказать свое слово. Дмитрий, здравствуйте, а мы хотим услышать это ваше слово. Ну что скажете, если слова у вас есть на самом деле, чей недочет, на чьей совести это досадное поражение будет, какие уроки, если можем, из этого, конечно, извлечем. Здравствуйте. Ну, пролетели как фанера над Парижем, наверное, здесь очень хорошо подходят. А так, ну, конечно, не получилось сыграть ту игру, которую хотели, на которую надеялись, нам просто не дали. Мы все видели, какие скорости у сборной Уэлса, какие скорости у нашей сборной, и практически ничего у нас не получалось. И первые два гола, конечно, тоже получились обескураживающими для нас. А вот господин Мостовой, господин Булыкин, с вами не согласен. Вообще говорит, что Уэлс такая команда слабачок, и неизвестно, чуть ли мы расслабились. Вот тоже он у нас сейчас внимательно слушает с вами наш диалог, расстраивается, сокрушается, и голову себе пеплом до кучи посыпает. Вот знаете, я нашим зрителям скажу билету. Мы сейчас поискали в интернете информацию, да и ни для кого это не секрет. В общем, от 6 до 60 тысяч сто лет, чтобы приехать и посмотреть на то, как нашим ребятам надрали все соответствующие и выступающие места. Вот вы скажите, пожалуйста, нам сейчас, вам не жалко денег, которые вы отдали за билет, чтобы стать свидетелями нашего позора? И считаете ли вы, что наставник виноват в том, что произошло с командой? Ну, начнем с того, что я не отдавал деньги за билет. Я не смотрел на стадионе, я во Франции, но не смотрел. Конечно, виноваты и футболисты, но, естественно, и тренер, и руководство. Опять же таки, много было проблем, с которыми подходили к этим играм. И все верили и надеялись, что в последней игре все футболисты соберутся и все-таки хорошо сыграют. Но, опять же таки, как Саша сказал, видели беспомощность. И не получилось у сборной России пройти дальше, хотя бы выполнить те задачи, которые были перед ними поставлены. Дмитрий, тогда общий вопрос начнем с вас, потом к коллеге вашему спортивному вернемся. Ой, у наших ребят самые сложные, наверное, теперь впереди. Они же вернутся еще домой, прилетят. Лайф будет встречать их самолеты. Вот там на евро их уже освистали. Ну что теперь? Как нам делать хорошую мину при даже неплохое, проигранной напрочь игре? Или все-таки выходить героями и говорить, что простите Христа ради, но сделаем все, что можем еще в следующий раз? Ну, естественно, что тут их можно взять. Понятное дело, что не оправдали наших надежд, которые мы возлагали на последнюю игру с Вэлсом. Не с какой-нибудь Англии, не с какой-нибудь там Германии, а с Вэлсом, со Словакии. То есть это не такие уж, скажем так, серьезные команды, как их можно рассчитывать. Понятное дело, что футболисты сейчас прилетят, окунутся в свой родной чемпионат, который медленнее, чем какой-то другой европейский чемпионат в два раза, будут также играть и получать большие зарплаты. И все об этом забудут. И только будем я и Масаву рассказывать, что футболисты получают очень много денег незаслуженно. Вот этим всем и закончим. Ну что, урезать им деньги-то, что ли, денежное удовольствие в качестве такой контрмеры? Раз они плохо играют, то и будут получать там себе 10 тысяч рублей. Нормально их это взбодрит, как вы думаете? Не, я давно говорил, что футболисты должны получать, как в Европе, должна быть бонусная система, ты получаешь свою стандартную зарплату. А все остальное, если ты играешь, ты получаешь там еще денег. Если играешь в те игры, получаешь еще больше. И у тебя есть мотивация, стремиться есть к чему. И ты тренируешься, чтобы попасть в состав. Дмитрий, спасибо, вас поняли. Сейчас ваш праведный гнев еще адресуем вашему коллеге. Господин Мстовой знает, что вам надо срочно бежать, поэтому последний вопрос. Но вот недавно еще господин Мутко сидел и так патетично распивал пиво в определенном месте, отведенном для отдыха команды, что стало тоже предметом различного рода фото-жап и прочего. Как ребятам сейчас вернуться, с каким настроением, как им на глаза вообще показаться народу, той страны, за которую они играли, честь которой отстаивали и все-таки продули. Вот как вы думаете? Ну, во-первых, спасибо за то, что меня назвали господином, да. А второе, я не расслышал, кто распивал пиво. Я говорю о том, что господин Мутко не так давно еще сидел вместе отдыха команд. Вот если помните, да, он пил пиво, вроде как был расслаблен, нацелен на успех, на то, что в спорте у нас все хорошо, и вдруг такой досадный камень в его огород. Нашим спортсменам еще на родину прилетать, а мы их съемочной группой встречать будем. С какими лицами им выходить из самолета и общаться с народом той страны, честь которой они не отстояли на Евро-2016? Ну, знаете, я понимаю и, честно сказать, готов к такому вопросу, и даже всегда можно на него найти ответ, потому что, знаете, я думаю, в течение первой-второй недели пошумим, поорем, покричим, а потом вернемся как бы в свое русло, понимаете. Проблемы есть, их очень много, и мы увидели, лишний раз их можно как бы выделить, выделить. Но я думаю, что, может быть, как раз-то есть такой момент, когда можно уже резануть, резануть, да, по-живому. И без этого, кстати, многие не обходятся. Ну, вы правильно назвали, у нас есть люди, которые отвечают за футбол, у нас есть люди, которые в нем, как бы сказать, находятся, руководят, поэтому я думаю, что это вторая часть вопроса вашего, это, наверное, адресовано вот к тем людям, которые приедут с командой или которые находятся там в команде. Адресуем у нас у всей страны к ним большие вопросы. Получится ли так, как вы сказали, побузят, да и забудут этот досадный проигрыш? Поживем, увидим, еще и покажем в прямом эфире лайфа. А вот выступление нашей команды на Евро-2016 в целом мы обсудили с бывшим нападающим сборной России Дмитрием Булыкиным, а также бывшим футболистом Александром Мостовым. Ну что ж, мы последние в группе «Б». Чемпионат для нас завершен. Российская сборная бесславно покидает Евро-2016, ведь нам для продолжения борьбы в плей-офф была нужна только победа. Ну и глядите, вот это итоговая таблица группы «Б». Первое место с шитью очками занял наш сегодняшний соперник – это Уэльс. Они обыграли не только наших, но и словаков. Англичане вторые. Две эти британские сборные напрямую проходят в плей-офф. Словаки, которые сыграли с Англии в ничью, третьи. И они дожидаются окончания группового этапа во всех группах, чтобы понять, в одной восьмой они вообще или нет. Ну а мы летим домой. Итак, мы проиграли. Но вы знаете, это уже послужило причиной многочисленного юмора, шуток и разгула креатива наших болельщиков. Сейчас мы вместе с вами откроем то, как упражнялись в остроумии. Вот есть уже, все, завела. Как упражнялись в остроумии вы, пока шел этот многострадальный для многих матч. И давайте посмотрим, еще раз переживем эти эмоции и обсудим. Кажется, мы догадались, в чем дело. Наша сборная просто слепа. Вот вам народный креатив, и он уже гуляет по интернету. Ну или, к примеру, за проезд до Москвы передайте, пожалуйста, говорит один спортсмен другому. И кто есть кто в этой непростой ситуации в дополнительных комментариях не нуждается. Лучше бы дома сидели. Вот так заочно отправляют наших спортсменов на диваны и просят их повесить бутсы на гвоздь. Сами же зрители лайфа. Ну или, к примеру, легендарная опять вдвойка. Ну а в данной ситуации опять 3-0. И очень грустный Акинфеев собака его даже утешает, как вы видите. Ну или, смотрите, поверь, завтра никто не вспомнит. Почти как господин Мостовой только что нам в эфире сказал. Дескать, неприятности эту мы переживем. Лишь бы уроки извлекли, остается добавить. Мальчик, ты не понял. Водочки нам неси, мы домой летим. Ну вот практически как в легендарном фильме про брата наставника. И его подопечного отправляют домой. Ой, сами болельщики, для которых это, безусловно, очень досадный проигрыш. Ну и от себя только добавлю, что те, кто не сильны, может быть, в искусстве фотошопа и всяких там фотожап, они вообще посоветовали нашим ребятам еще после первого тайма, когда те ушли на перерыв и наверняка чесали у себя в затылке, просто послушать еще раз вот эту легендарную песню и понять, чего им ждать от следующего периода. Домой, домой, голуби сваргуют радостно, и запахнет воздух сладостно. Домой, домой, пора домой. На творчество вдохновляют даже поражения, как мы поняли. Художники Лайфа создали свой ироничный мультик о наших футболистах. Давайте посмотрим и его. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok